всем привет вы на канале автозвуки и сегодня у нас на обзоре будет достаточно интересное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов с блоком питания я то 8302 зарядка имеет так сказать олдскульный дизайн внешне она напоминает трансформаторный зарядник но на самом деле внутри это импульсно зарядное устройство с микропроцессором и с электронным управлением корпус зарядки изготовлен из черного матового пластика здесь производитель наверно пытался создать в это soft touch покрытие но выглядит это как будто пластик посыпан какой-то сахарной пудрой либо покрыт и не в общем внешний вид специфический но по ощущениям пластик приятный на ощупь достаточно прочный и качественный корпус у зарядки не маленький это обусловлено тем что с тыльной стороны у него есть карман в котором прячутся все провода в этом кармане спокойно уживаются зарядные провода и сетевой кабель также внутри кармана мы можем видеть вентиляционное отверстие с кулером для обеспечения оптимального теплообмена и аналогичное вентиляционное отверстие но уже без кулера имеются по всему периметру зарядного устройства это с одной стороны хорошо так зарядка не будет перегреваться но с другой стороны класс пылевлагозащиты здесь айпи 0 то есть принципе зарядное устройство полностью подвержена воздействию пыли и влаги качестве компенсации за низкий или можно сказать отсутствующий класс пылевлагозащиты на тыльной стороне зарядки имеется гнездо прикуривателя под 12 вольт соответственно подключив зарядное устройство к сети 220 вольт мы получаем своего рода преобразователь или блок питания от которого можно запитать автомобильный холодильник либо компрессор чтобы задействовать зарядку в качестве блока питания необходимо выполнить ряд следующих манипуляций подключить зарядное устройство к сети 220 вольт затем соответствующей кнопкой мы его включаем здесь у нас уже выбран режим и mp это режим блока питания и дальше просто нажимаем кнопку 12 вольт dc output загорается красный светодиод таким образом активируется гнездо прикуривателя дальше просто берем штекер компрессора и подключаем гнезду прикуривателя здесь правда есть некоторые ограничения по току и мощности компрессор почему-то нормально работает через раз то есть он нормально работает то ему не хватает немножечко напряжения в принципе напряжение можно увидеть на дисплее зарядного устройства сейчас она составляет 11 3 11 с половиной вольт в принципе не так уж и много согласно инструкции к этому разъему гнезду прикуривателя можно подключать потребители с током до 12 ампер и мощностью до 140 ватт в общем автомобильный компрессор поршневой конструкции с производительностью 30 37 литров в минуту является максимумом для данного зарядного устройства чего не скажешь о аккумуляторных батареях зарядное устройство я то 8302 имеет максимальный ток заряда 12 ампер соответственно с его помощью можно заряжать обычные свинцово-кислотные также гелевые и агм аккумуляторы емкостью от 6 до 200 ампер часов для зарядки аккумулятора необходимо будет только выбрать ток заряда обычно его подбирают из расчета что ток заряда должен составлять примерно 10 процентов от емкости аккумуляторной батареи соответственно если у нас емкость батареи там меньше 60 ампер часов мы выбираем ток заряда 2 ампер если емкость в районе 60 ампер там 60 70 мы выбираем 6 ампер и если емкость аккумуляторной батареи около 100 ампер часов мы выбираем 12 ампер в принципе для быстрой зарядки можно аккумуляторную батарею емкостью 60 ампер часов также заряжать током 12 ампер задав необходимый ток зарядки и запустив сам процесс зарядки аккумуляторной батареи можно идти заниматься своими делами встроенный микропроцессор сделает все за вас но к сожалению другие функции этого микропроцессора нам неизвестны так как они не описаны в инструкции также инструкция не описаны этапы зарядки поэтому о том как работает микропроцессор и за что он отвечает мы можем только догадываться в любом случае мы понимаем что раз это зарядное устройство подходит для свинцово-кислотных гелевых и агм аккумуляторов зарядное устройство должно как-то автоматически определить тип аккумуляторной батареи и автоматически подобрать необходимую программу зарядки контролировать процесс зарядки мы можем с помощью дисплея и светодиодной индикации в данном случае горит зеленый светодиод с пометкой что аккумуляторная батарея заряжается после полной зарядки светодиод загорится напротив надписи full соответственно это обозначает что аккумуляторная батарея полностью заряжена данный момент на дисплее отображается ток заряда он составляет 1 и 7 ампер и также мы можем посмотреть напряжение сейчас батарея заряжается напряжением 14 3 вольт также на этом дисплее могут отображаться различные коды ошибок например если батарея внутри замкнута либо если в процессе зарядки были отсоединены клеммы то есть прерван процесс зарядки зарядное устройство выключаем зарядное устройство снова его включаем и я еще хочу проверить защиту от неправильного подключения то есть если при подключении батареи вы перепутали плюс и минус местами в принципе в разных зарядных устройствах эта защита работает по-разному может шваркнуть может нет последний раз в последний раз шваркнула в этот раз проверяем все как говорится на себе ничего страшного не произошло но процесс зарядки тоже еще не запущен выбираем снова ток заряда проходит несколько секунд включается процесс зарядки высвечивается ошибка f02 то есть неправильно подключенные клеммы ничего не шваркнуло ничего не случилось но выключаем зарядное устройство снова правильно подключаем клеммы снова включаем зарядку выбираем ток заряда пусть будет 6 ампер ждем несколько секунд все прошел процесс зарядки теперь рассмотрим провода они в принципе здесь стандартные бытовые не морозостойкие поэтому при отрицательных температурах окружающей среды с кабелем нужно быть аккуратным стараться его меньше гнуть иначе изоляция может потрескаться то же самое касается и проводки идущие к зажимным клеммам они в принципе здесь выглядят достаточно качественно имеется некая дополнительная изоляция на рукоятках кабель подсоединен здесь следующим образом то есть он вместе где есть изоляция плотно обжат чтобы исключить его подвижность далее еще идет дополнительная фиксация кабель зачищен обжат гильзой и уже гильза запрессована в саму клемму то есть это достаточно качественное соединение в принципе все сделано хорошо не хватает возможно только пайки но такой способ соединения он тоже хорош так как кабель здесь многожильный а после того как его обжали гильзой в принципе соединение ослабевать уже не будет и всегда будет хороший контакт и так в целом зарядное устройство я то 8302 достаточно интересно она имеет высокий ток заряда до 12 ампер благодаря чему можно заряжать очень большие аккумуляторные батареи но также есть возможность регулировки тока до 2 или 6 ампер для подзарядки аккумуляторов меньшей емкости интересная особенность данной зарядки это возможность работы в режиме блока питания но почему-то как только я распаковал эту зарядку компрессор от нее работал отлично но как только мы начали снимать видео уже пошли просадки по питанию скорее всего данное гнездо предназначено для менее мощных потребителей таких как например автомобильный холодильник также меня приятно порадовала наличие микропроцессора но в данном случае производитель полностью поленился описать его возможности и поэтому мы досконально не знаем как данное зарядное устройство ведет себя в процессе зарядки проводит ли она диагностику восстанавливает ли емкость если режим десульфатации и если режим например поддержания батареи в заряженном состоянии на все эти вопросы ответов к сожалению нет это немножко огорчает но в целом то есть если вам нужна простая зарядка с высоким током заряда ну и возможностью когда никогда подключить и например автомобильный холодильник то в принципе данное устройство можно рассмотреть покупки на этом у меня как обычно все если видео было полезным и интересным поставьте лайк и подпишитесь на наш канал а